далее аванс 5000 это стандартный аванс ну хотя по-разному там бывает но не больше в общем не важно про воспиталок я там говорил на стриме вся вконтакте упоминал чуть-чуть воспиталки не молодые уже такие взрелые взрослых в садике издевались надо мной обзывая меня писклей потому что у меня был писклявый такой тонкий голос когда мне было ну сколько ну в садике в детском садике я был да то есть это нормально для ребенка и более того это наоборот нужно было сказать тебе ты будущий певец тебе надо стать певцом у тебя такой гол гол голосок тебе нужно родители чтобы тебя отдали музыкальную школу обучили сольфеджио фортепиано поставили голос и ты бы вот родился с таким уникальным голосом хотя какой уникальный голос если для ребенка маленького тоненький голосок не вот такой это биологическая нормальность то есть ненормальность была психическая у этой воспиталки которая издевалась надо мной обзывала меня она еще там из-за по фамилии меня а я не помню ну короче она просто издевалась самоотверждалась и я не мог никому об этом рассказать потому что всем пофиг было как и с этим рыжим сосуном тоже никому рассказать не так и не стал я певцом машин 100 штук едет ну и что еще рассказать я помню когда меня друг здесь сбил весной 2018 еще до того как я обратился пришел к этим участковым которые меня избили я помню я жил тогда отдельно один хрущевки здесь угловая квартира с выходом на ночной клуб где которые для меня как пытка был звуковая они там орали и долбил этот музыка это примитивная я короче в ванне сижу без набран не набрал воды просто и чувствую что я вообще все время в таком напряжении как под электричеством напряжение тяжесть невыносимая стресс такой тогда еще девушка официально меня не бросила я еще тогда не знал но она уже уже как бы все то есть если я вернулся тогда назад уже все кончено было бы в общем я начал искать врача в красноярске очень сложно было найти очень сложно первого первого который ко мне обратился это было на на краю красноярска клиника такая как будка какая-то там так все стрёмно было в этом районе дороги сложно перейти там такая такие дороги были что непонятно как переходить и слякоть вода пока по колено серость серый город такой особенно на краю ну и врач там был молодой такой он прописал мне нейролептик какой-то и рецептурный транк отечественный стандартный тогда он еще был дешевый и хорошего качества потому что но это уже друг это уже более подробная история почему он был таким сейчас он стал другим ну короче я больше к нему не обращался потому что он нагрубил мне там очень не сдержанный какой-то оказался казалось бы врач должен снисходительно и доброжелательно относиться к пациентам ну и он короче поехал в таиланд там он фотки постоянно постил везде как он в таиланде там хотя рожа у него при этом что-то не радостная такая чего он хотел этим доказать видимо биологическое существование у него доказать что он крутой бабуин а потом я через какое-то время а ну вот я когда принял этот рецептурный транк у меня сразу прошла вот это ужасная непрерывная как ток напряжение стресс тяжесть бессонница которая образовалась до меня избили и от меня приехать на пустила легче стало там я нашел нормального врача волновался очень сильно думал кажется опять пещерный какой-то казался нормальный он специалист по антидепрессантам по депрессии по отзывам он мне выписал нейролептик антидепрессант это и когда я впервые попробовал это было уже лето по моему или весна 2019 впервые попробовал рецептурный транк немецкий там в них очень мало только немецкие отечественные есть я когда одну таблетку попробовал я просто ощутил как мир изменился как он стал спокойнее плавно я стал смотреть прямо на людей просто никогда не забуду этот момент человеком себя впервые почувствовал как-то необычно как вот обычный или человек себя чувствует спокойно также я почувствовал вот там короче я был тогда там где было арт-пространство я пошел денег дал я тогда не пил вообще не курил денег дал нищему бабушка там нищие сделал я денег и дал их принял таблетку и заодно забил газировка или даже не газировкой более чем с таким лайтовым короче почувствовал как машины вдруг стали которые густо ехали так стали плавными мягкими вся информация проникающая через уши через глаза она насчитывает тысячи мелочей она стала спокойной безболезненной